друзья в комментариях под прошлым видео многие интересовались на что способна самодельная горелка из водопроводных труб что она сможет расплавить еще кроме алюминия мне этот вопрос стал также интересен и сегодня я решил переплавить латунную стружку которую специально собирал для подобного эксперимента но и заодно обзаведемся заготовочкой для изготовления следующего инструмента приятного просмотра вот та самая горелка если еще не смотрели видео про ее изготовление жмите на подсказку в углу экрана стружки не так много но для сегодняшнего эксперимента думаю хватит вес старой почти составил 650 грамм плавить будем самодельной печи и изготовил года два назад и это видео также есть на канале футеровка у нее самая простая это песок и гипс в одинаковых пропорциях спустя примерно 20 плавок она разрушилась до вот такого состояния нужно переделывать и хочу услышать ваш совет по материалам для футеровки в комментариях ну а пока будем использовать как говорится то что есть горелка в патрубок печи не входит поэтому придется колхозить крепление также приварил чугунную муфту к патрубку не лучшее решение и на скорую руку соорудил вот такое крепление не совсем эстетично но для испытаний подойдет в качестве тигля используем буровую трубу с заваренным дном здесь стенки толстые и послужит он долго в него складываем стружку и пересыпаем все бурой далее идем под пресс и прессуем стружку это нужно для того чтобы металл меньше окислялся при плавлении и в итоге получилось меньше шлака на выходе также на скорую руку из профильной трубы изготовил форму для заливки и сделал расширение сверху для удобства теперь все готово к испытаниям устанавливаем тигель в печь и запускаем горелку далее регулируем подачу воздуха и газа минут через десять тигель и латунь в нем заметно подогрелись и это теперь видно невооруженным глазом еще спустя время латунь начала плавиться и я докинул в тигель бракованную болванку из-за которой я потерял час при изготовлении оптического керна ссылочка на это видео так же будет во вплывающей подсказке с разогревом латуни тянуть нельзя так как начинает выбирать входящий в ее состав цинк поэтому избавляемся от шлака еще подогреваем и льем форму кстати саму форму также подогреем чтобы заливаемый металл быстро не остыл ну вот и все теперь нужно дождаться пока все остынет и будем смотреть на качество отливки снимаю уже на следующий день все давно остыло и даже немного намочило дождем отливка так просто не вынимается и значит будем форму разрезать дно срежем на ленточной пиле так будет намного аккуратнее пока мне все очень нравится раковин снизу не видно пришлось раскурочить форму полностью так как отливка отказалась выходить в итоге вот такая заготовка у нас получилось сожалению оценить структуру отливки из-за такой поверхности очень сложно исправим это при помощи фрезерного станка но сначала срежем верхнюю часть с усадкой металла забегая вперед скажу что всего с этой заготовки было снято по 0 8 миллиметров на сторону а но и вот такого результата удалось добиться поверхность решено было наполировать чтобы лучше разглядеть структуру металла есть несколько крупных раковин и множество очень мелких которых без полировки было бы не разглядеть для сравнения вот заводской пруток марки l63 подобные вещи присутствуют и здесь только в меньших количествах в целом отливка латоней я остался доволен для каких-нибудь не ответственных деталей самое оно в одном из следующих видео сделаем из нее очередной инструмент кстати если вам будет интересно видео о полировке металлов напишите в комментариях так же на подходе видео о самодельной жидкости в д и продолжение постройки ленточной пилы для нее как раз приобрел новый электродвигатель ну а чтобы не пропустить эти видео подписывайтесь на канал и жмите колокольчик с вами был как всегда и я михаил и это канал добрый мастер пока 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 а и Продолжение следует...